Всем привет! Это видео-глог. Мы снова едем в Китай. Время 3.37. На дороге никого. Автобус уже приехал. У нас, короче, такая ситуация, что нас с Катей посадили не вместе, а теперь вместе. Мы теперь не вместе. Да, причем получилось очень случайно. У нас такие сборки, мы все просто тихо. Но главное, главное, что мы все-таки сидим вместе. Это мог бы быть. Я уже думала, ничего не буду снимать, а там не мог. Катя будет руководителем нашей группы. Потому что у меня фамилия, она А. И она первая идет. Получается, нас участник, спросив, сделали руководителями нашей группы. И мы должны за всеми сидеть. Шок. Твоя. Какая серьезная. Ты, Ля, на нее. Ну, я босс. Я родилась 1 октября. А первая цифра это означает лидер. Лидер. Это значит день образования КНР 1 октября. Не рассказывай мне тут. И день музыки. День образования КНР. Все. Так, немножко едем. Вернее, немножко. Потому что расстояние от русской до китайской границы, оно на самом деле довольно длинное. То есть мы едем уже сейчас, ну, минут шесть. И еще сколько-то времени нужно поехать. Только после этого мы едем на китайской границе. Значит, сейчас или скоро будет момент истины. Мы сейчас в России. И через минуту мы будем в Китае. О, истины нет. Это слышно. А русской, к сожалению, нет. Ну. И мы уже в Китае. Видите? Офигеть разница. Смотрите, это уже совсем вообще деревья другие, столбы другие. И просто момент Амора. О, нас облили. Девочки, нас облили. И все. И мы уже в Китае. Мы прошли границу. Вот я уже в Китае. Привет. Я в Китае. И дальше не конец. Нам еще, короче, немножко тусоваться в Кунчуне, а потом садиться на скоростной поезд Италяне. То есть у нас прям три пули. Очень-очень большой. Залетела просто китаянка в автобус. Нам-то сразу раздала всякие рекламочки. Она не раздала, Жень. Она кинула. Кинула. Просто киданула, и ты такой, упс. Привет, ребятки. В общем, мы наконец-то добрались до Китая. Пока только до Китая, но не до нашего места назначения. Мы пока сейчас в Хунчуне. Да, наша перевалочная станция. Это тот город, в котором мы были в прошлый раз. Кто помнит, кто знает, у меня на канале уже есть влог отсюда. Мы сейчас здесь. Это было очень долго. Дольше, чем обычно. Мы примерно... Сколько мы? Шесть часов примерно потратили на дорогу. Дорога плюс проход в таможне. На таможне что-то мы прям долго сегодня сидели на китайской. Там непонятно, когда, кто открывается. Ну, короче, ладно. Наш пункт назначения – это город прекрасный Далянь. Город миллионный, красивый город у моря. И до туда еще ехать на поезде скоростном. Каутхе по-китайски он называется. Семь часов. Семь часов. То есть мы сейчас пока здесь, типа, чилим, отдыхаем. И через... Сколько там? Через два-три часа? Нет, через три-четыре часа. Через три-четыре часа у нас поезд. Потом мы на поезде поедем. Короче, представьте, насколько сильно надо хотеть поехать в Далянь, чтобы это все преодолевать. Ну, надеюсь, оно того стоит. Надеюсь, того стоит. Очень много классных отзывов было уже. И будем надеяться, что нам там супер понравится. Тебя не слышно, мне кажется. Я ходячий отзыв. Хорошо. Вот. В общем, мы пока организация, типа, такая себе. Что-то как-то все непонятно. У меня уже очень много претензий. Женя еще пока держится, а я уже не могу. Поэтому, если что, ждите полный разнос. Катя очень недовольна. Катя очень недовольна этим всем организацией. Ну, в двух словах, никто не хочет работать. Это в двух словах. В трех словах и подробнее мы подумаем еще, говорит ли об этом в отзывах и все такое. Потому что хотелось бы все равно настроиться на позитивную волну. Несмотря на то, что всякие там парады планет, коридоры затмений и так далее. Все равно хочется поехать отдохнуть, зарядиться прекрасными впечатлениями и дальше покорять вообще все, что только можно. Мы сейчас, короче, сидим, пока ждем наши билеты. Нам сейчас переводчик китайский должен нам привезти билеты на Сапсан. И потом мы с Катериной хотим пойти отведать нашу прекрасную лапшичку из того самого влога. Я буду много раз, наверное, в первой части этого видео упоминать тот прекрасный влог. Обязательно посмотрите его на канале. Он есть. Лапшичка топ. Поэтому мы не можем, находясь в Хунчуне, ее не отведать. Поэтому обязательно туда сейчас поедем. Ну, не сейчас, но минут через тридцать, когда нам билетики придут. Вот, в общем, такой вот план. Мы на пути, на полпути, на полпути к Даляню. Удачи нам. Мы выдвинулись в нашу любимую лапшичную. В Хунчуне холодно. Идем на ощупь. В Хунчуне холодно. Очень холодно, на самом деле. Во Владе вообще прям тепло. То есть прям ощущается разница температур. Здесь где-то градусов, блин, я не посмотрела, но, наверное, градусов 8 максимум. Может быть, 6. И надо рассказать про самый интересный момент. В Хунчуне находится намного южнее, ниже, чем в Владивосток. Но, тем не менее, в Владивостоке намного теплее. Чуть ли не в два раза. Намного теплее. Ну, типа, реально, вот насколько все-таки море дает тепло городу. Это прям удивительный факт. То есть как бы ты это знаешь, да? Как бы там по всяким школьным урокам и все такое. Но когда ты это сам исшаешь, это прикольно. Вот. А мы сейчас, в общем, идем поесть. Не то чтобы в ресторан, который нас привели, было там невкусно. Вроде там все очень классно. Но мы хотим лапшу. У нас была цель. Мы к ней идем. О, вот это классно. Смотрите. Я вообще в шоке от того, какие они патриоты. Везде. Везде обозначение Китая. Везде джунго. Везде вот это вот все. Очень классно. Очень мне это нравится. Да. И вот эти вот мини-мопедики. В общем, круто. Ну, Ваймай кому-то везет. Деньги. Нормально. Мы дошли до этого прекрасного места. Сейчас будем кушать лапшу. Они тут немножко изменили стиль. Вернее, вывеска там еще поменялась. Но я надеюсь, что лапша останется той же самой прекрасной. Ждемся. Вот, ребята, это то, про что я говорила. Да. Эта лапша просто топ. Какой-то. Она старалась. Теперь, если соус не взяла, можно еще предводить. Да. И она добавит. Спасибо ей большое. Какого-либо? Любого. Вот это я вам люблю. Ну, флорексы просто капец. Огроменные. Ох, она мне остро пахнула в душу. Да? Сильно? Да. Ну, я как бы люблю острое. Для меня норм. Пусть. Но от души. Короче, это очень вкусно. Катя, тебе как? Я не знаю, что сделать. Мне нравится. Очень вкусно. Боже мой. Боже мой. Нереально. Лапша просто топ. Реально классное. Про место. Я в этот раз купил. Я не ела. И не умирала. И было все равно вкусно. Сейчас. Она не остная. Я взяла острую. Ем немножко. Умираю. Но мне все равно очень вкусно. Местный. Местный. Тут тоже душой. Покушать. Лапша. Эктард. И еще эктард. И мой чайочек еще из России. Ждемс. Ждемс, когда сядем на поезд. Местный. 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 Мы уже на вокзале. Тут, наверное, снимать не очень можно. Почему-то мне так кажется. Но я вам немножко снимаю. Покажем потом, как там все внутри. Все. Сейчас я уже кладу мой чемоданчик маленький. И поедем мы вдоль Аня. Мы приехали немножко рано. У нас еще час. До нашего поезда в Долянь. Вон он. 15.42. Сейчас примерно 14.30. Ничего. Лучше рано, чем поздно. Посидим немножко. Пока. Я, похоже, больше на ребенка. А ты нахажешь. Но мы съездили. Слезли. Мы успели на поезд. Мы тут в Кате решили время не терять. Она продолжает готовиться к Айлцу. Ну, понедельник сдает. Я решила свой учебник по Чиске и Шестому еще почитать. Все равно ехать. 7 часов. Ребята, в общем, мы добрались. Это были ужасные 7 часов в поезде. Подробности, наверное, уже расскажу завтра. Потому что сил вообще нет никаких. Надеюсь, хватит заселиться в гостиницу. Всем пока. Приветики. Мы наконец-то добрались. Добрались мы в прекрасный город Далянь. Надеюсь, что он прекрасный, потому что мы пока его еще не видели. И впечатление пока такое себе, потому что добирались мы до сюда просто капец как долго. И если быть точнее, мы добирались, получается, сначала Владивосток-Хунчунь 6 часов на автобусе. Вы помните, да, что я из Владивостока и до Китая можно доехать на автобусе буквально. Вот, и время получается совсем-совсем-совсем с переходом границы, с дорогой, в принципе, там до границы и так далее и тому подобное. Она заняла примерно 6 часов. Потом мы некоторое время потусовались в Хунчуне, ждали наш поезд скоростной в Далянь. И потом еще 7 часов на поезде до Даляне. Сказать, что я устала? Ничего не сказать. Поеду ли я еще раз таким путем? Вряд ли. Ну, на самом деле, выбора особо не было. Мы путевку купили задолго до новостей, что появились самолеты прямые с Владивостока и до Даляне. Просто победитель по жизни я. Потому что мы с Катей, я попозже расскажу, почему вообще сюда приехали, какие цели и так далее. Мы с Катей, вы ее видели в предыдущих кусках на этого видео. Вот, мы с Катей приехали в Далянь по определенным причинам. И мы путевку бронировали задолго до новостей о том, что появились прямые перелеты. Но это ладно, это фигня. Но как бы оценивая, грубо говоря, да, вот этот вот весь путь с Владивостока до Даляне, это реально сложно. Город мне должен понравиться очень сильно, чтобы у меня осталось хорошее впечатление от этой поездки, потому что пока такое себе. Давайте по порядку. Шоу конкретное мне не нравится. Немножко по... В этот, как его, паною вам видео. В общем, ну, понятное дело, в принципе, дорога выматывает, да. То есть, сначала 6 часов до Хунчуня, потом 7 часов еще в поезде. Вот, организация была такая себе. Мы поехали с той же турфирмой, что и в первый раз. В Хунчунь мы ездили, когда вот границы открылись. В апреле мы ездили, я влог снимала, оттуда очень мне понравился. И там много просмотров, поэтому заходите обязательно посмотрите. И, ну, вот в ту поездку было вот прям реально все классно. Все прям... Все карты сложились. Мы не стояли долго на границе. У нас все было по организации, в принципе, нормально. То есть, тетенька нам позвонила там. Не ночью, да, не сказала там, во сколько мы выезжаем. Все нам рассказали, что, как, порядок действий. Как бы, ну, все как по маслу. То есть, типа, оплатили путевку, нас доставили в Хунчунь. Мы в Хунчуне отлично провели время. Нас увезли обратно в Владивосток. В этот раз так не произошло. В этот раз сначала нам, блин, долго почему-то как-то не говорили вообще во сколько мы выезжаем. Практически там чуть ли не восемь вечера я только об этом узнала. Что мы уезжаем в три утра. Ну, типа, как бы неприятно, да, знать, что ты уезжаешь в три утра в восемь вечера. Ну, это первый моментик. Помимо того, что автобус был в три утра, автобусник был вообще просто супер классным человеком. Катя, про которую я говорила выше, опоздала на одну минуту. Реально, вот одну минуту. И автобус, типа, он просто уехал. И ей пришлось догонять нас где-то там, блин, по пути. Ну, понятное дело, что, как бы, есть вина, да, как бы, что надо было, наверное, типа, пораньше выезжать. Но одна минута, господи, это одна минута. Причем я была в автобусе, я говорю человеку, типа, сейчас вот она вот уже у меня на проводе. Я говорю, вот она, минута и будет. Он такой, да, догонит нас на столетии. В этот момент, когда Женя мне это пишет, я подъезжаю к остановке. На моих глазах отъезжает автобус. То есть это действительно происходило в одну минуту. Я сейчас не преувеличиваю, не преуменьшаю. Я, как обычно говорят, на одну минуту опоздала. Я реально опаздывала на одну минуту. То есть у нас в 45 минут должен быть отъезд. Я приехала в 46. Он на моих глазах уехал. И Женя мне просто пишет, езжай на следующую остановку. Ну, без туристов поедем. Но, опять же, я повторюсь, конечно, типа, есть вина, ну, как бы, наша, да, в том, что надо было пораньше, наверное, там, выехать и все такое. Ее. Я вовремя приехала. Но, тем не менее, как бы, ну, минута, мне кажется, типа, погрешно съесть. Причем, как бы, учитывая, что человек, вот, говорит, типа, ну, минуту, пожалуйста, подождите. Нет, блядь. Извините. Ну, короче, это первый момент. Второй момент. Когда мы уже стояли на границе, ну, вот, собирались ее переходить, к нам подходит наша бабулька. Та же бабулька, что была в Хончуне. Подходит Кате и говорит, вы теперь руководитель. Вы теперь руководитель группы. Мы такие, чё, блядь? Как это вообще произошло? В смысле, почему так? Ну, то есть, ничего не объяснила, ничего никак. Как, говорит, просто дает вот списки, папку, прям синюю, прям, папку. Реально, там куча документов. Там какие-то доверенности лежат. Списки группы. И все такое, типа, вот это вот все происходит. И говорит, типа, ну, вот, давайте. Чё вообще как? То есть, ну, мне, ну, неприятно. Я, как бы, я вообще человек, ну, такой прям, мне очень сложно социализироваться. Все такое, там, несмотря на то, что я веду блог и снимаю влоги. Ну, ну, мне правда, типа, ну, сложно при этом встать вот так вот с незнакомыми людьми. И что-то вот там, типа, начать там собирать группы. Все такое, если я не на работе. То есть, как бы, если я на работе, все вот эти вот мои интровертные штучки, и когда я в Китае, они выключаются. То есть, оно не работает. Но, как только происходит что-то вот такое, типа, ну, мне дискомфортно, короче. Это второй момент. Ты хочешь папку показать? Конечно. Вот это папка. И, наверное, мне ее вручили просто потому, что я опоздала. Знаете, как учителя наказывают? Ну, ты опоздал, будешь главным. Это я. На самом деле, нет. Ей вручили, потому что у нее буква... Буква А. Буква на фамилию А у нее. Буква А. Ахуеть. Я сегодня просто туплю, потому что, ну, блин, почти сутки я не спала. Поэтому, извините, в этом видео будет много склеек. Потому что я до сих пор туплю. Вот, так как у Кати фамилия начинается на А, она была первая в списке. Говорит, ну, ты первая в списке, значит, ты будешь руководителем. И дальнейший наш вообще путь, он был вообще просто таким застранным. То есть, как бы, если бы я не знала китайского языка... Ну, в смысле, мне вообще в целом пофигу. То есть, мне главное, что меня доставили, как бы, в Китай. Дальше я уже сориентируюсь. Ну, типа, мне реально так. То есть, я вот все в Китае чувствую, как рыба в воде. Мне прекрасно. Но, ну, как бы, ставить себя на место других людей, которые китайского языка не знают... Ну, мне, наверное, было бы немножко, типа, палево находиться вот в другой стране без знания языка. И понимать, куда тебе двигаться. О чем я говорю. То есть, нас вот довезли в Хунчунь. Потом добросили в какую-то гостиницу. Хотя, ой, не в гостиницу. Нам обещали, что нас привезут в гостиницу отдохнуть. Нас привезли в какой-то ресторан. Там оставили. Покормили за свой счет. То есть, за нас не платили. И, типа, сказали, ну, вот, у нас есть, получается, до поезда там что-то 5-6 часов. Можете пока погулять. Мы такие, класс, гуляем. Ну, мы, конечно, тоже, типа, погуляли, там, поехали поесть свою, там, китайскую любимую лапшу. Но все равно это, конечно, очень выматывает. То есть, у нас было 6 часов дороги. Потом не прилечь, не помыться, ничего такого. Гулять 6 часов. Потом еще 7 часов на скоростном поезде. Реально очень тяжело. И все это время нас вот так вот, типа, ну, туда иди, сюда иди. То есть, организация странная была. Ну, вот, такое в этом впечатление не очень, наверное, и сложилось. Вчера, когда мы заселились в номер, было классно, конечно, помыться и просто лечь спать. Вот. Но номер у нас тоже достался, короче, с видом на другое здание. Да, на другое здание. То есть, вообще, типа, солнце мало попадает. Плюс, как бы, ну, вид такой себе, ладно, но все равно, как бы. Плюс он такой какой-то затрепанный, зачуханный, старенький, убитый, там, ну, как-то. Хотя, ну, 4 звезды. Но! Вот в Даляне, нас когда встретили, принимающая сторона хотя бы, ну, более-менее суетится. Потому что мы сразу сказали, что что-то у нас с номером не то. Как-то это, ну, не очень. Поменяйте нам, пожалуйста. И нам сегодня утром поменяли. Это, наконец-то, ура, этот лучик света в этом коридоре затмений, который закончится 28 октября. Ровно тогда, когда мы из Китая уедем. Поэтому первое впечатление от Даляне и дорога у нас, собственно, была вот такая. А сейчас будет обзор нашего номера. Итак, рум-тур. У нас снова с вами гостиница 4 звезды. В прошлый раз, когда мы были в Китае в апреле, мы останавливались в Хунчуне тоже в гостинице 4 звезды. Давайте их сравним. Так, смотрите, мы, значит, с вами заходим. Это у нас коридор. И вот такой вот у нас номер. Справа туалет. Давайте с него сразу начнем. Туалет. Набор полотенец. Зеркало с подсветкой. Здесь у нас всякие принадлежности от отеля. Ну, в принципе, всего достаточно. Еще полотенца для ног. Там у нас, значит, всякие шампуньки, душ. Не супер чисто. Не скажешь, что тут прям все... Не сказать, что тут все вычищают прям классно. Вот. Но жить можно. Дальше мы попадаем в основную комнату. У нас здесь, правда, немножко бардак. Добрый день, Екатерина. Да. Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Добрый день. Ха-ха. Окей, она у нас британка. Так. Ха-ха-ха. Вот. Две большие кровати. Здесь у нас место для вещей каких-то можно сложить. Такое вот место для всякого хлама, как всегда. Большой телевизор. Вещи. Получается еще одна кровать. Тумбочка прикроватная с всякими зарядками. Можно поставить как и провод просто и свою зарядку воткнуть. И есть небольшая лаундж-зона, грубо говоря, где вот я вам только что записывала видео. Здесь можно присесть, поболтать, покушать. Здесь можно накраситься. Конечно. Вот. И вот такой вот вид. Из окна у нас немножко видно город. Такой вот мини-обзор на рум. Четыре звезды китайские. Сейчас пойдем на завтрак. Завтрак китайский я вам тоже покажу. Обзор на завтрак в пятизвездочном отеле в Китае. Здесь у нас что? Молоко. Вот здесь получается молоко. Соевое молоко. Черный чай. Зеленый чай. Там я где-то еще видела кофемашину, поэтому потом посмотрим. Дальше у нас идет йогурт. Сосиски. Сосиски, они сосиски другие. Колбаса. И еще сосиски. Это у нас жареное яйцо. Брокколи. Какие-то овощички. По-моему, даже с мяском каким-то. То есть вот эти вот штучки. Вот эти. Это вроде бы даже мяско. Так. Ну, пока неплохо. Выбор большой. Так. Это у нас тофу. Наверное. Да? А, нет. Подождите. Это у нас... Это у нас яйцо. Яйцо написано... Так. Ну, вообще это похоже на тофу. Ладно. Может быть здесь не соответствует. Если здесь то, что здесь написано, то это у нас яйцо с помидорами. Если это то, что я думаю, то это туфу. Это я не знаю, что это. Это я потом переведу. Какой-то овощ интересный. Прикол. Ты знаешь, что такое таро? Не знаю. Выглядит, как будто какая-то свекла. Но на самом деле внутри беленькая. Ну, да. Я тоже смотрю, как будто свекла. Но как будто бы нет. Дальше у нас здесь идут бобы. Какие-то бобы. Рис жареный стандартно. Лапша. Пожалуйста, если любите лапшу. Дальше у нас получается какой-то тофу-пудинг. Чтобы это не значило, не пробовал никогда. Пошли всякие соусы. То есть к нему можно добавить. Здесь у нас, значит, я так понимаю, это наггетсы. Здесь не подписано. А здесь хлебушек. Чипсы вот эти китайские. Батат. Пожалуйста, багет возьмите, нарежьте. Вот это просто топ. И я такого в завтраках еще не видела. Это у нас эктарт. Очень-очень популярная вкусняшка в Китае. Она вообще как бы сама из Макао ротом, если я правильно помню. Но в Китае она тоже очень популярна. И на завтраки ее очень редко дают. Она прям очень вкусная. Одна такая штучка обычно стоит юаня 3. Это порядка сколько там? Ну, допустим, там 30-50 рублей, что-то такое. А тут дают на завтрак. Круто. Печеньки. Тортики маленькие. Еще тортики. Вот эти кексики, кстати, очень вкусные тоже. Они там не совсем приторные, не супер сладкие, но вот прям они прям топ. Дальше у нас, посмотрите, круассанчики. Почему бы и нет? Хлебушек. И получается мед, я так понимаю, да? И варенье. А, еще вон масло. Слушательно, круто. Неплохо. Прям здорово. Прям здорово. И, конечно же, у нас здесь есть еще китайский уголок, чисто для китайцев, потому что это такое, типа, смесь европезированного чего-то с... Не, европезированным. А здесь у нас, получается, китайские помпушки. Майнхол. Как они тут открываются? Открываются? Ой. Открываются. Вот так они выглядят. Они абсолютно пресные, но с начиночкой можно поесть. Нормально. И здесь у нас чисто китайский завтрак. Это у нас, собственно, каша. Каша Joe, которая, она вообще, ну, такая типа, прям суперплесная. Это, наверное, с пшеницей. А это с чем-то еще. By Joe. Я, честно говоря, не помню, что это такое. Я потом посмотрю, вам здесь оставлю. Напишу. И соусы. Соусы тоже можно добавить к каше. Часто очень всякие саутсхай добавляют. И, я так понимаю, это вот к ней. Ну, здесь у нас еще супчик есть. Супчик, я так понимаю, яйцо и помидор. И вот здесь у нас вообще приколдес. Тут у нас... А, у нас здесь пельмешки. Нифига. Пельмешки, получается, можно, да, сварить. Вот здесь вот. Если вдруг на завтрак захотелось пельмешку. И добавить всякие соусы. Вот. Лапша. Слушайте, ну, прям большой завтрак. И тоже соусы. По-моему, там еще был кофе. Но это не точно. Мы посмотрим. Так. Приборы. Вот еще соусы. Фрукты, кстати, вот. Я все думаю, что закончится этот обзор, но не заканчивается. Фрукты. И овощи. Столетние яйца. Да? Или нет? Вроде бы да. Смотрите, тут еще битые огурцы есть. Еще, пожалуйста, колбаса. Ну, короче, прям выбора много. Господь, извините. Еще. Еще у нас здесь, собственно, хлопья. Тоже всякими добавками можно себе взять, извините, да? И с молочком. Пожалуйста, он крупы. Это пчелка, что ли? Пшенку с молоком? Ну, наверное, да. Наверное, да. А, вот. Вот здесь у нас, собственно, есть кофе. Прям с кофемашины. Почему бы и да, да? И всякие соки. И просто вода. Ну, слушайте, прям выбор хороший. Выбор хороший. Как вы считаете? Вам... А? For all the things that we went through. We went through. Да. Вот такой вот обзор китайского завтрака. В принципе, по выбору очень прикольно. Как будет на вкус, сейчас посмотрим. В общем, у меня вышло вот так. Это у нас, значит, English breakfast в Китае. С китайской спецификой. Тут я еще взяла пельмешки на пробу. И, конечно же, и к тарту. Но я их, скорее всего, просто заберу с собой. Я, на самом деле, хочу начать с пельмешков, потому что они будут презентабельнее, чем этот English breakfast в Китае. Конечно, вкусно. Да. Бантончики какие-то. Ну давайте тут нам попробуем. Знать, как можно. И браково тоже. Бантончики вкусненькие. Будешь пельмешку? У меня тут их 4 штуки. Я как раз пролупила. Я не съела. Я не съела. Я думала ты ассо, я специально не ела. И машину. А что это не понял? Это получается соевый я добавила чуть-чуть. Это бульон и я тут добавила соевый соус. Вкусненько? Можешь еще один взять, это 4 штук. Нет, спасибо. Мы, в общем, немножко принарядились и вышли на обзор нашей местности, потому что мы вчера очень поздно приехали. Вообще фиг знаем, где мы. Но пока вроде прикольно. Пока вроде ничего. У нас тут рядышком с отелем такая вот пешеходная улица, здания высокие. Мы пока чисто просто вышли на разведку. План действий, куда мы будем идти, какие достопримечательности смотреть прям подробные уже будем попозже. О, Мак! Извините, вкусная точка. Да, лайкин кофе, это прям классно. Вот, в общем, мы сейчас немножко просто гуляем, а потом будем уже смотреть, куда из достопримечательности мы пойдем. А вообще я по ощущениям оделась прям не по погоде, потому что тут очень жарко, прям тепло. По сравнению с Владивостоком, ну, градусов на 10, наверное, выше. Сейчас плюс 20 здесь. В Владивостоке плюс 10-14 хороших погодов сейчас в конце октября-ноября. Вот, здесь вдаль они получаются 20-21. И мне в твиттере прям жарко. Ну, мы так пришли просто на разведку. Сейчас, наверное, просто переоденусь, пойду, когда мы уже пойдем на главные достопримечательности, если они у нас будут. Вот, а вообще план просто типа походить, посмотреть пока на город. Смотрите, какая красота. Тут, наверное, вечером прям топ. Вечером, наверное, здесь вот эти штучки горят. О, боже. Круто. Как в казино. Вая. Что? В Макао? Ну да, казино в Макао. Я даже знаю, где. Окей. Прикольно, кстати, здесь можно посмотреть вот эти вот четырех сложные. Не то чтобы названия, а получается формулировки, которые обычно китайцам говорят на праздники какие-то. То есть, типа, вот это самое популярное. Чтобы у тебя было все хорошо, грубо говоря. Чтобы 10 тысяч твоих дел были такими, какими хочешь ты. Вот. И здесь можно посмотреть, какими формулировками можно поздравлять китайцев с Новым годом, Днем рождения там и так далее. Капец. Идем. Мы такие, значит, гуляем по доляню. И видим это. Смотрите, кабачок для моряков. Шок. Я, на самом деле, удивлена. Увидите русские слова где-то здесь. Потому что, ну, типа, мы уже далеко от границы, поэтому, ну, так вот. А Катя говорит, покажи Теслу. Смотрите, Тесла. Все. Кабачок для моряков. Вот туда смотрите. Вот это да! Вот это да! Ну как? Это ж другое дело. Совершенно другое. Это точно. Ну, мы, в общем, пока гуляем по нашему району до сих пор. И нам, в целом, очень даже нравится. То есть, китайские всякие улочки я показывала. Здесь есть еще и всякие вот такие вот европизированные здания, что ли, если можно так сказать. Поэтому, в целом... В целом, в общем, нравится именно район. То есть, ну, прикольно. Мы живем в гостинице Holiday Inn. Оставлю тут, если что, название. И как оно по-английски, и как по-китайски пишется. В принципе, неплохо. Неплохо. А еще у нас тут на райончике Gucci, Dior, Prada, пожалуйста. Машины здесь тоже такие прям хорошенькие. Да, проходите. Вот такой вот райончик. Мы пока все еще не можем дойти до достопримечательности, но зашли в пельменную. Потому что я считаю, что быть в Китае и не поесть пельмени невозможно. Поэтому мы уже себе заказали порцию. Пришли свинина и сельдерей. Сейчас еще будут с креветками вот эти вот. Я уже себе тут намешала бодягу, соевый соус, там что-то честочное пюре, перец. И уксусе немножко капнуло. В Китае едят пельмени с соевым соусом и всякой приблудой. И вот Екатерина тоже пришла. Ты себе что налила? Это, наверное, какие-то конфетки, потому что, внимание, ты сюда наливаешь какую-нибудь остерянь, но потом тебя воняет, чтобы не воняло конфеточка. Это, наверное, да. Наверное, да. Я представляю. В общем, ждем. Она очень вкусная, но вонючая. Да, да. В общем, ждем, короче, пельмешки. Будем кушать. По-моему, это то заведение, в которое Зубарев постоянно ходит. Сидят, да? Можете меня в комментариях поправить. Надеюсь, нас сейчас не заставят за пельмени отдаваться. Сейчас главное что? Главное не заляпаться. Ух, да. Ну что, как оно? Ну, со сельдереем и свиними вкусно, я говорила. Началось. Я говорила. Я надеюсь, на упадку что-то. Я тоже надеюсь, на упадку что-то. Потому что мне такое вот не нравится. Я пока вроде справляюсь. Очень вкусно. Китайские пельмени. Это китайские пельмени. Ничего себе с ним это не делать. Я тоже, пожалуй, возьму. Собей, сделаем пахачек. А что? Пусть они смотрят на этих странах лаваев, которые, говорит, есть не могут на мою. Я попробую этот. Это детский. Прям так, не вернуть. Остатки. Очень пресно. Пельмени. Надо давать. Что-то ничего не надо. В смысле, мы прям... Я думала сначала, что это... Либо это хот-то. Подарок от заведения. Нет, не может ли какой-то, смотри, там прям хлопушки плавают. Ну ладно, но оно очень пресно. Я думала, что это прям подарок от заведения, но оказалось, это просто бульон, типа, который вот так вот подают, и можно, видимо, добавить. Хотя я не знаю, типа, ну, тарелку или помидали. Очень пресный. Приятного аппетита. Китайцы, ну, все, так понятно. И не мак. Так, она каперский пельмень. Она прям стоит и лепит. Это прям в смысле, вот она только что прилепила ее. Прикинь. То есть вот там девочка, она прям сейчас лепит нам пельмени. Поэтому они такие вкусные и нежные. Да, и поэтому мы их так долго ждем. Так, наши пельмешки с креветкой тоже подошли. Сейчас будем пробовать. Они вот, посмотрите, они прям с пыль и с жаром. Просто только что она их слепила, и только что вот отдали нам. Белем травы и нет креветки? Посту не ушла. Не, у меня есть креветка. Ну, еще не допустим. Смотри, прям вот в каждую вот креветку. Ты хочешь, это к тебе? Нет, все, это к тебе. Креветка есть. Да мне это надо. Не знаю, кстати. Ну, что вы думаете, мы еще съели? Такой вот срать. Ну, очень голодные были. Да, да. Ну, очень вкусные. Реально очень вкусные пельмени. В общем, мы так долго с Катей думали о том, как бы составить план. В какие места нам сходить, что дождались пока стемнеет, и Гитша наша нас в охапку и, короче, отправила на экскурсию. Ну, она просто нам сделала очень большую скидку, и мы просто не могли не согласиться. Мы вообще как бы любим сами гулять, не с группой, но было просто слишком выгодное предложение, чтобы его не принять. И, на самом деле, очень классно. Мы поехали на вечернюю прогулку, на вечернюю экскурсию. Приехали мы. Что это за место, кстати, в просьбе? Это Восточная гавань, она так и называется. Восточная гавань, да? Да, Восточная гавань. Окей. Мы приехали на Восточную гавань, и вот, кто будет в Доляне, обязательно... Я тебе набрала. Набрала. Как это? Площадь Синхай. Площадь Синхай. Вот. Площадь Синхай. А я еще уточню, если что там, сделаю пометку. Ну, в общем, все, кто будут в Доляне, место обязательно к просмотру, потому что реально очень красиво. Let's go. Let's go. Смотри, это книжка. Это прям реально... Какая книжка? Вот, посмотри, ты видишь, где? Вот, это книжка. А-а-а, I'm sorry, смотрите. Это, вот это, это развернутая книга. А еще, смотри, тут еще один прикол, Женечка. Вот это вот, то, что ты здесь видишь, это закладочка. Вот это, красненькая? Да, которая тянется через всю книжечку. А, челеть. Плюс, пойдем, подойдем поближе к этой закладочке. Что там? А что эти ножички значат? Я, честно, не знаю, но, наверное, путь к знанию. Блин, прикольно. Надо быть, не знаю. Я бы так расстрактовала. Это путь к знанию, который мы проходим, когда учим китайский. Когда ты будешь давать завтра IELTS? Когда я буду завтра идти к IELTS? 8 баллов. Круто, круто. Ну, помимо вот этой книжечки, я вообще хотела показать, в принципе, виды, потому что прикольно. Интересно. О, это дрон. Интересно, что вот это. Мне, конечно, очень нравится экскурсии, типа, привезли, но ничего не объяснили, что кого значит. То есть просто тут, просто гуляйте, просто красиво. Ну, действительно красиво. И здесь очень много зданий. И это прям реально очень симпатично. Все такое очень высотное. Все очень красочное. Все такое в китайском стиле. И вот здесь прям погулять, походить, особенно вечером. Реально очень красиво. Камера, к сожалению, не передает, конечно, всех прекрасных красот этого места, потому что у меня еще и iPhone 11 Pro Max, а не 13, 14, 15, к сожалению. Надеюсь, это скоро исправится. И в темноте он снимает не так красиво, как бы мне хотелось. Для тех, кто любит всякие светящиеся здания, огонечки, мерцающие вот эти вот штучки. Очень здорово. Очень рекомендую. Мы туда вот попозже пройдем, посмотреть, что там за вообще другого ряды. Вроде как там рестораны, но все равно хочется самостоятельно это все посмотреть и изучить. Мы подошли поближе к этому мосту. Это оказался мост, то есть не просто какие-то светящиеся огонечки. Это мост долянский. Если я правильно услышала в автобусе, то он порядка 6 километров. И вот эти вот штуки, которые вверх поднимаются, это, ну, получается, прожектора такие. Вот красиво, конечно. Очень красиво. Мост прям реально длинный. Видно сразу такое величие Китая, потому что, конечно, очень похоже на Владивосток. Но Владивосток, конечно, мост не такой длинный, как здесь. Поэтому здесь, конечно, Китай любит все большое, длинное и так далее. А точнее вы, значит, немножко от моста, как приблизились к вообще какому-то неслыханному счастью для детей. Тут вот прям супер-пупер-мега аттракционы какие-то. Прям тоже все светится. Миллион денег на свет, наверное, они потратят или потратили, или тратят. Хотя какая разница, если Китай первая экономика мира. И, ну, как бы здорово, если вы любите аттракционы. Я, конечно, не очень. Но мне кажется, для детей это прям вообще топ. Китаю нужно отдать должное за все эти развлечения, которые он может организовывать у себя в городах. Поэтому, ну, как бы, тут вообще просто... Да, иногда даже туристы к нам приезжают, когда вот я показывала... У меня есть влог про туристов в Владивостоке китайских. Я говорю, иногда прям даже стыдно, что у нас такие экскурсии бедненькие. Думаешь, господи, как же им там вообще... Типа они, ну, что вообще думают об этом? Ну, все равно все довольны и остаются, потому что это необычно. Необычно такую дичь покупать. Вот, поэтому все равно им прикольно. Слушайте, вау, смотри, пойдем туда, подойдем. Там вообще эта карусель, которая с лошадьми, типа как... В Москве же такая... Мэри Го Раунд. Эта карусель называется Мэри Го Раунд. Мэри Го Раунд? Да. Почему? Потому что Мэри Го Раунд. Ну, красиво, красиво. А тут, короче, питатели стоят как будто бы... Не знаю, у них то ли конкурс, то ли что. Они стоят, видимо, пытаются выяснить, кто из них простоит больше вот в этой тарелочке. И еще здесь, получается, в этой же локации на площади Синхай есть вот такой вот огромный пешеходный мост. Тоже очень прикольно, потому что я все сравниваю с Владивостоком, поэтому, sorry, у нас в Владивостоке по мостам не походить, то есть они абсолютно не пешеходные. А здесь построили такой, типа, ну, пешеходный мост, чтобы по нему походить. Просто когда, типа, живешь с мостами, реально есть желание по ним походить. Я не знаю, может быть, я одна такая. И, типа, прикольно, что здесь есть такая возможность. Вот. Поэтому обязательно, если будете в Далянии, мне кажется, вот на площадь Синхай точно можно сходить. Реально прикольно. Тут еще будет какое-то шоу фонтанов, кажется. Да, 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 не важно. Ну, по-моему, стандартная практика в Китае, но, тем не менее, окей, ладно, посмотрим. Вот так это выглядит, когда пройдешь весь мост. Здесь тоже, получается, справа видны всякие высотки. И слева тоже вот эти аттракционы, которые мы с вами смотрели. И мост тут ленющий. Так, мы пришли на световое шоу. Ну, блин, офигенно, очень красиво. Катя говорит, что она не вовремя решила купить себе картошку. Я не могу снимать. Потому что у нее теперь руки заняты. Вау. Ну, в общем, прикольно. Я не видела еще раньше светового шоу именно на мосту. То есть у нас, получается, в России фишка — это поющий фонтан. И здесь, по факту, то же самое. Та же, грубо говоря, схема, но только поет мост. Интересно. Интересно. Сейчас нас еще повезут в Венецию. В итальянскую Венецию. Там вот, ну, ой, мальчик упал. Не падает. Вот. Сейчас нас повезут в Венецию. Это дальше, получается, программа вечерней прогулки. Думаю, что гид свои 75 юаней отработала. Нам, я говорила, предложили просто суперцену. Два по цене одного. Экскурсия стоит, типа, 150. Но нам продали два за 150. То есть, типа, наши двое. И мы вообще не хотели никуда идти. Вот. Нас уговорили. И мальчики, типа, ну, ладно. На самом деле, гиды надо было поддержать. Потому что, ну, блин, они так очень мало зарабатывают. Турк путевок, потому что нереально, ну, как бы, дешевые. А мы еще такие экскурсии не берем. Вот. Но с другой стороны, блин, если мы не хотим поехать с экскурсиями ходить, а хотим сами ходить. На это место прям можно самим приехать. То есть, ну, и, типа, бесплатно. Тут, ну, вход свободный только за транспорт, да, понятное дело, нужно будет заплатить. Вот. Поэтому, как бы мы и не хотели сюда платно ехать. Ну, ладно, думаю, поддержим гида. Плюс она так просила, так просила. Ну, 150 юаней, да вообще, как бы, ни о чем за двоих. Поэтому, короче, кайф. Сейчас поедем еще на Венецию посмотрим. Нас привезли на следующее место. Называется Итальянская Китайская Венеция. Очень красиво. Прям, ну, мне нравится. Я бы, наверное, тоже сюда очень сильно рекомендовала приехать. Просто потому, что архитектура очень красивая. Такая, типа, европейская. Ну, может быть, странно, типа, в Китае смотреть на европейскую архитектуру, там, и все такое. Но почему нет? Очень красиво. Был здесь очень классный такой, типа, колорит. С одной стороны, вот эти вот европейские, типа, здания. А с другой стороны, супер-пупер-мега-современные китайские высотки. Сейчас я покажу. Не на 0,5, а на нормальное. На единичку, чтобы было более-менее качество, красивое. Вот такие вот здания. Симпатичные. Там еще вовнутрь. Ну, можно зайти, как бы. Мы сейчас это и сделаем. И с другой стороны, мега-просто огромные высотки. Вот такие вот. Ох. Тоже возле них можно и пофотаться, и просто поглазеть. Ну, просто какой-то Нев-Йорк. Нев-Йорк по-китайски. Такая вот красота здесь. Ну, классно. Классно. Я, правда, еще не поняла, почему называется, типа, Венеция. Потому что здесь вода. Окей, сейчас посмотрим. Вот вода. И получается, поэтому называется Венеция. Все понятно. Хорошо. Ну, будем гулять, значит. Ой, смотрите. Китайцы на гондолах. Которые горят по-китайски. Прикольно. Ну, типа, интересно, почему они так вообще придумали это все. Забавно. Вот о чем я говорила. Здесь у нас, значит, такие супер... Ну, не древние, но очень такие классические места. И рядышком прям такие, типа, небоскребы. На контрасте. Прикольно. Мы тут немножко нашли такую концептуальную стену. Уже ее просто все облюбовали. Тут миллион фоток сделали. Да. И все, мы уходим. У нас просто уже китаянки такие стоят. Думают, господи, когда вы уже уйдете? Вы задолбали, блин, тут фотографироваться. Мы такие, ну все, уходим. Уходим. Прикольный знак. То есть я больше других не видела. Вот знак «Уступи дорогу». Он у нас в России просто типа треугольник, а здесь в Китае он получается вместе с иероглифом «жан», который и переводится как «Уступи». Нашли место, где танцуют китайцы. Шок. Просто шок. Я такого никогда не видела. И все китайцы столпились смотреть, как танцуют другие китайцы. Вообще дабл-шок. Мы заканчиваем нашу вечернюю прогулку. Вечерний долянь очень классный. Реально искренне всем советую посмотреть. Всякие здания разные светятся. Архитектуры разные. Поэтому место к посещению 100% советую. Называется «Венеция». Любители вечерних прогулок обязательно можно сюда прийти. Можно и поесть, и погулять, и пофотографироваться. В общем, прикольно. Шел третий день в Китае, но я вам так и не рассказала основную, одну из основных причин, почему мы здесь. Основная причина, почему мы здесь, именно в этом городе, потому что мы приехали сюда сдавать экзамен. Ну, вернее, не я, а Кате. Как вы знаете, а может быть и не знаете, сейчас в России IELTS нельзя сдать. Но можно сдать и Китая. И относительно Владивостока, это самое ближайшее место, страна, в которое это можно сделать. Поэтому, собственно, мы сюда и приехали. Катя приехала сдавать, я ее поддержать, ну и свои дела тоже поделать заодно. Катя у нас только что его сдала. Ну что? Это жопа! Это жопа, Женя! Надеюсь, что что-нибудь-то получилось. Я думаю, на самом деле, что Катя прибедняется, как всегда. Она там, как всегда, лучшая, нежная, все написала на 8,5 баллов. Вот. Но мы узнаем через сколько? 3-5 дней, да, сказали? Вот, 3-5 дней. То есть, ну, на самом деле, очень удобно. Если сравнивать с экзаменом и чизкей, то результатов нужно будет потом ждать месяц. Сайлцам, типа, ну, норм. 3-5 дней, и результаты ты уже знаешь. Ну, это компьютерная версия, всякий случай. Да, компьютерная версия. Поэтому, если вдруг вам нужен этот экзамен, вы поступаете в Великобританию или еще куда-то. Катя поступает в Великобританию. Имейте в виду, что можно это сделать в Китае. Идем отведать запрещенки. Походу, Huawei теперь делает машины. Они вон полностью электрические. Надо сказать, что немножко посеяли в торговом центре. Мы сидим сейчас в машине Huawei. Она полностью электронная, а Huawei сейчас делают еще и машины. А еще здесь можно включить Viagra и подбивать, потому что есть караоке. Мы собрали мне лук. Это пельмени опять. Китайские, ну пельмени. Как вы можете их есть? Приветики, это уже не помню какой день, по-моему, третий или четвертый в Даляне И мы наконец-то определились с тем, что мы будем делать Ну, в свою защиту могу сказать, что у нас в принципе не было цели ходить прям супер много по экскурсиям, достопримечательностям и так далее Мы с Катей для себя выбрали такую стратегию, что мы любим просто гулять по городу, ходить по местным кафешкам и так далее и тому подобное, с чем мы прекрасно справляемся Но, так как мы здесь ни день, ни два, ни три, а практически неделю, все-таки нужно куда-то сходить И вот мы вчера сели, плотненько подумали над тем, какие достопримечательности в Даляне есть, чтобы выбрать самый сок Ночной Даляне я уже показывала и действительно всем рекомендую, если вы поедете, очень красиво Очень красиво и можно вечерочек прям скоротать неплохо и пофотографироваться, фотки классные сделать И оставшуюся часть времени мы выбрали зоопарк Зоопарк здесь очень-очень известный, он прям реально огромный Мне очень интересно его сравнить с пекинским зоопарком, потому что я жила в Пекине год и там очень много ходила по всяким местам И зоопарк в Пекине меня прям сильно впечатлил Интересно посмотреть, что в Даляне с этим И мы пойдем еще на Русскую улицу посмотреть, что там да как И на видовую площадку, если мы успеем Там открывается вид на Даляне на все 360 И оставшееся время у нас еще по планам шопинг Едабельные всякие штуки странные, но для этого мы будем отдельное видео снимать И продолжать гулять, 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 потому что опять же мы такие, что любим прям просто гулять Ходить по улочкам, наслаждаться видами и все в этом роде Сейчас, короче, собираемся уже в зоопарк Скоро совсем выдвигаемся Единственное, что у нас отрубили интернет Будем сейчас, видимо, как-то на ресепшене просить, чтобы нам написали маршрут, куда нам нужно ехать Потому что мы вчера благополучно это не сделали Вроде посмотрели, где он находится, поняли, что далеко Но заскринить маршрут, который нам нужен, не получилось Сегодня интернет отрубили до 12 Будем, в общем, сейчас что-то делать Как-то добираться до зоопарка Поехали! Вот эта женщина спела только что вот эту ужасную песню И мы теперь ее сидим и поем Салют Вера Нам дали номер автобуса и объяснили, куда идти По пути мы еще зашли в аптеку Копили этой прекрасной женщины таблеток Потому что она что-то разволновалась после экзамена и походу дуб удала Да Поэтому сейчас будем в энергосберегающем режиме Искать, да, искать парк, гулять по нему И надеюсь не убирать Да Так, ну что, мы, в принципе, сели на тот автобус Все нормально Все было понятно Все нам объяснили в отеле Как дойти сюда Так что супер, можно добираться своим входом до зоопарка Проезд стоит 1 юань Плюсы ездить на автобусе Можно посмотреть сразу город Город очень красивый Очень чистый Все такое прям современное С элементами старины в том числе Поэтому я все же не вижу, что могут жить в Нью-Йорк Да, мне Катя все говорит Тут такие Нью-Йорк vibes Просто капец У нас Катя жила в Америке И она знает, о чем говорит Поэтому, собственно, она горит Тут прям Нью-Йорк vibes На каждом шагу Ну, то есть, вот смотрите Такие здания есть старенькие Рядышком совсем такие Ну, типа прям высокие Но я вам в прошлых частях тоже показывала Вот эти все небоскребы красивенные Мы добрались до зоопарка Показывал навигатор Изначально вчера, что ехать 50 минут Мы домчали минут за 35, наверное И я до сих пор в шоке, что эта поездка стоила всего 1 юань С Катей как раз обсуждали, что в России из года в год Цены на транспорт становятся только выше А в Китае было 10 лет назад 1 юань Так он остался, 1 юань Причем, что, ну, ехать реально далеко Прям реально далеко Круто? Китай норм Нормабилитет Вот к нам Да начнется наше путешествие в зоопарк Уху! Посмотрим, что здесь есть Ну, зоопарк большой Уже прям заходишь и видно, что он большой Такое прям пространство большое Это я на ширик снимаю Если не на ширик, то вот так Ну, сразу же подходишь Сразу же первая локация, конечно, очень красиво Боже, посмотрите Какие лапочки Розовые фламинго Это еще очень перекликается с трендом Барби Блин, какие они красивые Просто реально Очень красиво Они спят, что ли, говорит китайец, рядом со мной? Наверняка спят Это они спят в таком положении, получается В полденый сон Very beautiful Но самое главное, что нужно смотреть в любом зоопарке Это, конечно же, панда Павильон панды Боже, но панды это просто, конечно Это все самое лучшее, что может быть в мире Лучший панд я не знаю никого Панд мы со всех сторон облюбовали Я просто обожаю этих малышей Ого Забор Действительно Эта панда в своем, получается, загоня А та в своем Капец Интересно, почему так? Тебе зимой она приграбла спать Как котик Лег как котик Блин, погладь бы еще Мечта просто Мечта жизни Погладить панду Мы дошли до следующих булочек Это у нас красные панды Но они еще больше похожи на котиков Да, я согласна Халк Хай Очень красиво Да Мы тут зашли в магазинчик Тут миллион тишбак Вот всяких вот вещей разных И вот такая вот ключика Думаю, взять, не взять Мужу подарю Он просто в ботсе не родил Классно еще, что в Китае во всех местах Есть вот такие вот таблички Вот здесь Напоминающие о том, что себя важно вести культурно В общественных местах Что не сорить Себя хорошо вести И это есть во всех общественных местах И в столовых, забегаловках В ресторанах, в общем Вот, тоже везде написано Про то, что не забывайте быть культурными Убирать за собой Не мусорить И так далее И тому подобное Так, мы дошли до какой-то африканской зоны И здесь вроде как Можно садиться на автобус И он везет, типа, тебя по сафари Мне интересно, он платный или бесплатный Было бы прикольно, чтобы он был бесплатный Потому что билет сюда стоил 120 юаней И если оно сюда включено Еще и какая-то сафари-прогулка Было бы прям вообще здорово Но сейчас посмотрим Мы, значит, гуляем сейчас по тропинке Вот этой вот африканской И уже можем видеть Зебры Марти Глория Мелман Марти Мартин Мелман Глория Тетя Мотя, тетя Мотя Как там пелось Собак твоя семья Ты похож на обезьяну Пахнешь точно, как она Ой, ну их прям так много Их прям много Их прям много По-китайски зебра будет И, кстати, если мы хотим сказать, что мы идем по зебре Ну, то есть по пешеходному переходу Это будет абсолютно то же слово Дальше пошли страусы Они прям вообще близко, супер близко Тут вроде бы еще можно было их кормить Типа взять с собой что-то Ой, писает Вая Китайцы все что-то шли Да, да, он вот Эу Ом, ссори Если вы это увидели Но он вообще капец близко Я просто хотела вам показать Вот, он прям, в смысле Он прям вот Прям вот Привет, страус Ты по-китайски говоришь Или по международному языку? Острич Ой, какая Какая грациозная Посмотрите Боже Королева Королева Просто королева И по-китайски у нас дел Туоньяо Туоньяо Ты учишь новое слово? Какое? Сразу? Да, давай Туоньяо Туоньяо Хорошо Молодец Мы с Катей договорились, что она будет каждый день Нашего пребывания в Китае учить по-новому слову Она уже много знает Она уже знает Мэйо Мэйо Бу Бу Ши Ши Потом, что ты еще знаешь Я очень плохое слово, которое мне Женя научила Потому что оно очень сильно похоже на английское Да, мы его потом скажем Но, если сейчас догадаетесь Я скажу его по-английски Я думаю, что вы догадаете В английском есть слово Шаби И Женя мне сразу же Говорит А ты знаешь? И я такая Нет Давай учить Мы потом в конце сверимся, что Катя помнит И то слово тоже будет Мы дошли до жирафа И пытаемся понять, что делает китаец Блин, ушел Он только что, короче Веником на него Да, что-то гнал Пургу Не понимаю Либо он его опахивал Ну, типа, чтобы у него было не так жарко Либо он его выгонял Короче, непонятно Пошел, пошел Да Такой, конечно, хорошенький По-китайски он будет Вы запоминаете слова? Потом мне в комментариях напишется Я запомнил такое слово Или не запомнил ничего Тут можно кормить еще Это маленький бэмби Маленький олененочек А это... Да-да-да, это император Куско Ля какой важный Просто Приятно, что в этом зоопарке Прям все так цивильно Вот туалет прям, ну Очень сильно цивильный И так все на самом деле То есть все Места общего пользования Которые здесь есть Они прям все такие очень Культурные Все Либо новое Либо за этим ухаживают Ну, в общем Очень-очень приятно Мерблюдики О, они ждут, чтобы их Покормили Причем здесь написано No feeding Но они сразу покормили Ой, какие вы, конечно, интересные Интересные вы, ребята Мишки тут тоже есть Мишки нам, конечно, не так интересно Потому что на своих мишек хватает Но все равно они, конечно же, тоже булочки Они просто лежат, как коты просто Ну, тигры чисто как львы Тоже вон валяются, как кошечки Боже мой Как же мне хочется их погладить Как же сильно этого хочется Я гладила львенка маленького Но хочется большого тигренка погладить Помните, я рассказывала про вот эти сафари-машинки Думала, они бесплатные Но, к сожалению, нет Не может быть все так идеально Платные 20 ион из человека Мы зашли в павильон птичками Это так прикольно, что они прям накрыты куполом Вот, то есть вверху это прям сетка То есть чтобы они не улетели, не убежали Прикольно прям Они здесь купаются Развлекаются Самые чистые животные зоопарка Я думаю, здесь Мы наконец-то дошли до места До которого Катя хотела дойти Просто всю нашу прогулку Ради которого мы сюда шли Я вот чисто я по пандам А Катя по обезьянам Поэтому вот Прийти сюда и не видеть обезьян Было невозможно Катя просто на седьмом небе от радости Сейчас пойдет смотреть обезьян Боже, но они милые, правда Господи, почему такой малыш? И почему такой малыш? Боже, боже мой Обезьян тут прям тьма И тут у каждого свое название Вот это, например, называется Хе-хоу Какая-то черная обезьяна Черный лист обезьяна Обезьяна-черный лист А там вот драка на заднем плане Драка енотов за качельку Мы обошли весь зоопарк Сходили еще в... Как это место называется? Ботанический сад Очень красиво там было Не больше зоопарк, чем пекинский Сто процентов Но это на самом деле и хорошо С одной стороны Потому что так сильно не устаешь Потому что в пекинском зоопарке Там надо весь день потратить Чтобы его весь обойти Долянский Ну вот мы за Где-то два с половиной часа Справились Вот Но мы так бодренько шли Прямо с утра пришли На всех животных посмотрели Вот Поэтому здесь наполнение классное Все чистенько Все цивильно Все классно Здесь еще там параллельно Есть какие-то развлечения Для детей Так что 120 юаней Входной билет Полностью отработали Ребята Вот Поэтому если будете И если интересуетесь таким Нравятся животные Обязательно можно сходить Мы зашли подкрепиться немножко Внимание на размер порции Да Уже нам дали Чтобы мы не обляпались Размер порции Это все стоит 18 юаней То есть это примерно рублей 200-250 Порция реально просто огромная В общем мы наелись от пуза Наелись просто очень сильно Как можно наесться на 18 юаней И дальше мы идем В следующий пункт нашего плана Который мы составляли вчера Это русская улица Русская улица в Даляне Почему она вообще есть? Просто потому что Даляне раньше был русским Шок Да, шок, сенсация Но на самом деле он был не только русским Он в разное время был сначала русским Потом там он был японским Русская улица Мы дошли как раз Вот И после того, как он походил по рукам немножко Он опять вернулся в лон, родину, в Китай Но остатки русской культуры Хотелось сохранить Поэтому есть эта вот русская улица Собственно, куда мы и пришли Посмотрим, насколько она русская Посмотрим, насколько она русская Да, но издалека было вот похоже Типа такие московские мотивы Было интересно Сейчас будем смотреть Но это прикольно Типа ты такой в Китае И сразу у тебя вот Магазин Телескоп Потом еще здесь, да Магазин Российский товар Бутик Здесь получается От русской улицы Веет мотивами Суйфон Хле и Хунчуня Кто понимает, о чем я Потому что здесь такие вывески Не очень переведены Ну, то есть в плане вот О чем я говорю Я говорю вот об этом Здесь вот написано Хуэй и Европейская кухня И этот шрифт Он, конечно, прям вообще очень Такой типа странный Как будто бы Ну, просто автоматический перевод Не знаю, сделал Ну, переведено-то нормально Но вот именно шрифт Он прям выдается Вот здесь вот получше Русский магазин Прям красиво написано Но местами Такое получается Что как будто бы Реально Мотивы Суйфон Хле и Хунчуня Приграничных городов Где вот такие вот Примерные все вывески Кроме вывесок Пока ничего русского не нашли Ищем дальше И еще из русского Здесь песни советские Вот Я надеюсь, слышно? И китаец идет Подпевает Из этого Служебного романса Песня Так, появился русский стиль Немножко Насколько это может быть Русским стилем Сейчас я получше подойду Чтобы было видно То есть Вот это вот Что-то типа Церквушки Потом вот тут здание Тоже Ну В относительно русском стиле Ну Даже не в относительно Ну А в русском стиле И Самое интересное Да, смотрите Кафе Пушкин Он даже с твердым знаком Типа Как будто бы Мы в Древней Руси живем Вон Русский Что-то еще Там есть торговый центр Матрешки Ну В общем Интересно Прикольно погулять В общем Это частично еще и торговая улица Здесь у нас Здесь Торговый центр Москва Сейчас пойдем Посмотрим Что там продают Ну Предполагаем Что что-то из России Так, ребята На русском Здесь не пахнет Не пахнет Она пахнет Корюшкой Какие-то вот здесь Кальмарчики Какие-то Чаечки Очень Все очень Русское Аутентичное Как будто бы В Москве брали Скажи все О Вот это Ой, какой малыш У нас в Владивостоке большой А у нас В Владивостоке большой Трепанк Понятно Это, наверное, они позиционируют Как будто бы они это все Привозят из России И здесь перерабатывают Но я в этом Очень сильно сомневаюсь А, трепанк вот Вот, вот Вот это уже Такой, типа Живой Да, вот Нормального размера Тут просто, видимо, засушенный Все понятно Я думала Сейчас мы найдем Какие-нибудь товары Какое-нибудь молоко Или там Сухое молоко Может быть Какие-то сосиски Не знаю Там Конфеты Но нет Такого не произошло Смотрим дальше Мне кажется Мне пойдет Хотя я решила Шапку присмотреть Вот эту черную Вот эту Вот эту Вот Сейчас будет мерить Ну, просто Королева На самом деле Очень красиво Ну, прикольно выглядит, да? Очень аутотично Не, ну, в смысле Без рофла Типа прикольно выглядит Реально Все тут на таких В комментариях Ебать Ебать Прикольно Как раз Путин? Да Не, ну тебе правда хорошо Мы правда ей говорим Что я хорошо Не врем Конечно Конечно Смотрите Ей так нравится Что она танцует аж Это что касается Русской улицы А, ну мы еще не до конца дошли Сейчас Еще пока Еще не конец Вот перед нами Я так понимаю Тоже здание В русском стиле Такое Симпатичное Но на самом деле Если как бы Убрать там Весь Все рофлы И так далее То здания Которые здесь На этой русской улице Они действительно В русском стиле И Ну Ходишь по ней И чувствуешь себя Немножко На Арбате В Владивостоке Потому что В Москве Конечно Здание повыше И Красивее Потому что Вот это здание Например Посередине Оно такое Уже пожамканное Как и в Владивостоке Вот Поэтому В целом Как бы русский стиль Засчитан Мы подошли К этому зданию Поближе Складывается впечатление Что это реально Прямо какое-то Супер старое здание Со времен Того Того как Долянь Нельзя 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 Останавливаться Остановка Запрещена У нас Он выглядит Немножко По-другому Наверное Поэтому Из-за того Что есть разница В знаках Наши Права Не котируется В Китай И то есть Чтобы если Хочется водить Машину в Китай Нужно прям Типа сдавать На китайские Права Отдельно То есть Нельзя Сделать себя Международной Ездить в Китай Так не получится Доброе утро У нас идет Уже Пятый день В Доляне И шестой день В Китае Послезавтра Мы уже Уезжаем Получается Завтра Мы уезжаем Из Доляне В Хунчуль И Соответственно Послезавтра Из Хунчуня Уезжаем уже Во Владивосток Также на автобусе Тоже таким же путем Вчера особо Ничего не снимала Потому что Был такой насыщенный день Мы сначала Просто пошопились Потом Устроили себе Фотосессию В стиле Не знаю Там сплетницы Нью-Йорка Потому что Доляне реально Очень сильно красивый В плане Всяких зданий Архитектуры Европейской тоже И вот мы Используя Этот момент Устроили себе Фотосессию Еще и вот В таком Европейском стиле Не только в китайском И вчера еще Снимали видео отдельное Тоже для Ютуба Про всякие странности Китайских супермаркетов То есть Про всякую страну еду Тоже выйдет Сразу же после этого Влога Поэтому здесь Сильно не буду спойлерить Потом посмотрите Сегодня у нас план такой Сегодня мы хотим Съездить в Икею Я вообще Никогда там не была Ни в какой Икеи В смысле Типа я Хоть и жила год В Пекине Но как-то вот мне Не знаю Почему-то я туда не ездила Я помню Она находилась очень далеко И мне не было Дужды туда ехать И на тот момент У меня еще Даже намеков Не было на то Что я там Когда-то куплю квартиру И все такое Ну короче Как-то не вышло Вот И потом уже Когда в сознательном возрасте Ты такой Уже тебе за 25 Тебе нужно Это в дом Это в дом Это в дом Икея что Закрылась Вот И я туда так и не успела сходить Поэтому я Очень сильно хочу съездить Здесь Во-первых Потому что я там Никогда не была Во-вторых Потому что мне реально Куча всего нужно Для дома Потому что Вы знаете У меня сейчас идет ремонт Я снимаю и влоги И про это тоже Переходите Там Кладюсь полезной информацией Про ремонт И вообще в принципе Про все Что у нас происходит Вот И я хочу там посмотреть Всякие штуки Для дома Мне кажется Мне кажется Можно будет Что-то прикупить И В плане того Что То что я Смогу с собой Потом забрать И Отдыхать Перед завтрашней дорогой На завтра поезд В 7 утра Аж Нужно будет Сегодня собрать вещи Купить еще подарки Частично Частично в Хунчуне Мы докупим Я думаю Потому что мы там будем Ну Пол Дня Даже больше Почти день Почти день мы будем В Хунчуне И я думаю Подарки какие-то Я там докуплю Вот таким вот образом Сегодня едем в Икею И отдыхать Мы начинаем Наше путешествие в Икею Вышли прям пораньше Потому что Катя сказала Она большая И там можно Чуть ли не весь день провести А так как я там Никогда не была И мне Ну в принципе Надо что-то купить Мы прям Вышли пораньше Плюс еще там Дальше ездила Типа по шопингу Подаркам и так далее Поедем опять На автобусе Нам очень понравилось Ездить на Даляньском автобусе Всего за 1 юань Который Преодолевает Просто невероятное расстояние Метро здесь тоже есть Вот Но мы просто посмотрели По маршруту Нам будет выгоднее На автобусе И проще Вот Так что сейчас Отправляемся В Икею В Икею Вышли с автобуса Сейчас будем искать Где наша Икея Нужно тут Немножко Пройтись Ура Мы дошли До китайской Икеи Вот она Китайская Идея Идея Страна Вот например Ёлка Ну и там дальше Тоже были всякие Одежды для стола Грубо говоря Еще Ёлка Вот То есть идет Полноценная подготовка К Рождеству Даже несмотря на то Что мы в Китае Интересно кстати Как выглядит Икея Китайская В преддверии Празднование Китайского Нового года То есть Есть ли они Какие-то Тоже Типа Тематические Штуки Катя Говорит Это Нью-Йоркская Кухня На самом деле Это И китайская Кухня Тоже Да Потому что Примерно Вот Китайская Кухня Так и Выглядит Она Один Да Прям Очень Очень Она Вот Такая Вот Прям Узкая И Здесь Происходит Типа Вся Готовка А едят Уже В другом Месте Получается Ну А-ля Столовая Вот Поэтому Это Не только Нью-Йоркская Кухня Но и Китайская Тоже Смотрите Какую Штуку Нашливая Просто Кайф Отошли Немножко От кухни Попали В китайский Туалет Это Тоже Прям Максимальный Китайский Туалет Заходишь Тут Помыть Ручки Туалет И Сразу Душ То есть Это Чисто Вот С Китайской Спецификой Квартирка Мини Уходишь Опять Раковина Туалет И Тут Сразу За Занавеской Душ Обычно Дырка Куда Все Уходит Вода Вот Так Я Себе Купила Подставку Для ноутбука Вот Такой Еще Не Купила Но Сейчас Мы Закончим И Я Уже Думала Я Ничего Не Куплю В Икее Потому Что Немножко На самом Деле Разочаровалась И Думала Тут Здесь Все Очень Красиво Ну Не Было Прям Таких Вот Вещей Типа Прям Классных Что Вот Типа Раз Хочу И Что По Цене Это Прям Супер Классно У меня Было Предубеждение Что Тут Все Дешево А Оказалось Нет Вот Ну Ладно Мы Еще Продолжаем Гулять И Киевские Акулы Тоже На Месте Приплыли Получается В Китай Так Мы Нашли Какой Оделся Типа Распродажи Этой Распродажи На самом деле Как-то Не Пахнет Ну И Что Как-то Не Приглядывается Пока У меня Из Покупов Только Подставка Для Ноутбука Катя Тоже Так В общем Я беру Свои Слова Назад Я Купила Себе Еще Чуть Я Купила Себе Две Подушки У нас В отеле Просто Офигительные Подушки Были Они Такие Мягкие Такие Приятные И Я Всю Нашу Поездку Думала Про то Какие же Офигенные В отеле Подушки Я Думала Если В Икея Будут Такие Подушки Я Куплю Потому Что У меня Как раз Ремонт И Мне Надо Подушки И Я Их Нашла Я Надеюсь Что Это Вот Такие Вроде Пощупала Там Внутри Натуральный Пух Буся Купила Себе Подушки Сейчас Гуляем По Свету Свет Конечно Красивый Капец Обожаю Обожаю Я Я Так Люблю Когда Красиво Люблю Когда Свет Красивый Я К себе Кстати Весь Свет Тоже Из Китая Заказала Сейчас В Хуньчу Либо Возвращаться Еще Часть Заберу Потому Что В России Оно Все В 10 Раз Дешевле В смысле Это Не Преувеличение Буквально В 10 Раз В 10 Раз Все Дешевле Вернее Дороже В России Все В 10 Раз Дороже В Китае Все В 10 Раз Дешевле Так В общем Мы Закончили Путешествие По Икеа Впечатления У меня Неоднозначные То есть Как я и говорила У меня было Ощущение Что в Икеа Все Супер Дешево И все Супер Красиво То есть Все Для дома Ты туда Заходишь Просто С такими Глазами Все Хочешь Купить И при этом Это все Реально Очень Классно По цене Но к сожалению Так что-то Не произошло У меня Не было Такого Что там Типа Я прям Все Хочу Купить Или Что Я там Все Хочу Купить Плюс Дешево Стоит Или Дешево Стоит Мне Не надо Я Все Хочу Ну Короче Такого Не было Вот Я купила Я купила Две Подушки Потому что Отельные Подушки Мне Очень Понравились Я уже Говорила И мне Показалось Что Я нашла Такие Поэтому Я Схватилась За эту Возможность И купила Эти Подушки Ну Еще Подставочку Тоже Я Показывала Короче Вот так Погуляли По Икеа В общем У нас Икеа Все Не закончилось Мы Потом С Катей Устроили Просто Трип Шоппинг Ультимейт Суприм Скупили Пол Доляне И Сейчас Нам Предстоит Очень сложная Задача Упаковать Это все Потому что У нас Завтра Уже Получается Поезд Фунчунь И от Хунчунь Мы уже Дальше Поедем Я говорила Это Это Кошмар Ты готова Упаковываться Нет И я Нет Это значит Наши покупки С Икеи Это вот Мы Шоппинг Ультр Прайм Суприм Тут еще Тоже Немножечко Вещей На шоппинг Мне очень Довольно Я купила Все Что хотела Сейчас Мы когда будем Упаковывать Я вам буду Чуть показывать Что я купила Но Конечно же Полные обзоры В инстаграме Так что Обязательно Не забудьте Подписаться Так Я вам обещала Показать свои покупочки Покажу Чуть-чуть Значит Я купила Вот такую Вот юбочку Юбочка Очень хорошенькая Мне она Очень идет Стоит Всего лишь 100 юаней Просто шок Типа На рубли Это Примерно 1300 по Новому курсу Ну 800 по старому Но я считаю Что 100 юаней Это прям Вообще Это типа Адидас 150 юаней Офигенное качество В смысле Прям Вообще Прям топ Мы нашли Просто С Катей Ну Практически В последний день Место Где продается Прям вообще Все 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 Реально Офигенного Качества При этом Ну вот За супер дешево Называется Короче По-китайски Шамли Гуанха По-русски Там что-то В народе Называют Виктория Торговый центр Виктория Но он типа Подземный Дальше Себе купила я Кроссовки Вот такие Вот Замечательные Типа Найк Ну Качество Реально Прям топ Это скорее всего Не оригинал Хотя Не знаю Ну В Китае Есть такая штука Что они Шьют Все на одном Заводе То есть Типа Реально Шьются Вот эти Все бренды На одном Заводе И просто Надо знать Места Где купить Подешевле Вот 240 юаней На наши деньги Тоже Ну там Примерно Около 3000 рублей Сейчас мы зашли В Юникло Я купила себе Вот такую Кофточку Замечательную Ну и еще Куча всего Ну короче Шоппинг Даляне Прям удался Прям Прям хороший Намного Круче Чем в Хунчуне Потому что В Хунчуне Мне как-то Не особо Хотелось Тратить деньги Именно там На одежду Там какой-то Такой Специфический Набор Что ли В Даляне Прям норм Прям вот норм Особенно Вот это вот Место Последнее Где мы были Прям классно Есть всякие Бренды И не бренды И паль И паль Короче Просто хороший Китай Такой типа Фабричный Короче топ Надо сейчас Только это все Упаковать И увезти Вот такие вот дела Боже Это было Очень сложно Мне еле Чемодан Закрылся Но мы Справились Катя Еще немножко В процессе Я не знаю Как это Платить Честно У меня даже Пакеты Не И тебе Могу дать Свои Красивые Я не хочу Тратить Твои Красивые Но Вот это Вот В общем Ребят Когда уезжаешь С Китая Это конечно Очень-очень Грустно Что ничего Не помещается Все хочется Забрать с собой Так Ну что Время 5.40 С копейками Нам через пару минут Улетать Мы тут заехали Немножко в Мак Ну который вкусный И точка За завтраком Чтобы совсем Не изголодать Потому что Сейчас еще очень рано Там все закрыто Открыт только мат Мы сейчас Выдвигаемся На ЖД вокзал Оттуда Поедем на Хунчунь Опять у нас Стрип Далянь Хуичунь Хуичунь Владивосток И только так Вот мы Доберемся домой Надеюсь Вам понравилось Это видео Пишите обязательно Комментарии Ставьте лайки И подписывайтесь На канал Если еще этого Не сделали Пока Так Я думала Уже все Но еще не все И я вам сейчас Кое-то покажу А покажу я Именно Вот это Это не что иное Как сухой завтрак Сухой завтрак От нашего гида И почему Это удивительно Потому что В прошлый раз Получается Когда нас Садил гид В Хунчуне На поезд В Даляне Нас бросили На ЖД вокзале И вообще Просто ничего не дали Ничего не объяснили Просто такая Типа Идите Тут же нас Привели сюда Посадили Сказали Куда идти Вот наши Прекрасные гидки И дали нам Еще и покушать С собой Это называется Сухой завтрак Что у нас здесь есть Обзор Значит Есть здесь Хлебушки Потом Здесь есть Два круассанчика Вот такие вот Раз И Двас Вон там Здесь есть Йогурт Вот такой вот Он вкусненький Кстати Я его пила Ела В Китае Йогурт пьют Есть Яблоко Большое Прям И яйцо Вообще Ну Норма По-моему Очень даже Достойная И очень приятно И неожиданно Потому что Ну Мы реально По крайней мере Я вообще Такого не ожидала Вообще ни разу Мы вот В Мак зашли Специально Чтобы поесть А нам тут Такой подгон Очень-очень приятно Теперь точно все Увидимся В следующих видео Пока